Реализация национального проекта безопасной дороги. Эту тему сегодня обсудили в Общественной Палате Республики с участием специалистов Автодора, представителей Министерства строительства и ЖКХ ГИБДД. Подробности у Оли Баташева. Конечно, у нас на уровне федеральных дорог, на уровне республикальных дорог, ну, прямо можно сказать, хорошо, если даже не больше. А вот на уровне местных дорог, о чем мы сегодня сделаем акцент именно в эту сторону, муниципальные, сельские, местные дороги, наши дороги, там значительно хуже дела. Контроль за реализацией национальных проектов – одна из важных задач Общественной Палаты Республики. Высокое качество дорог – это не только комфортабельность передвижения на автотранспорте, но и максимальная безопасность участников дорожного движения. Участники обсудили, что предстоит сделать в рамках проекта уже к 2024 году. В частности, отмечается тенденция к увеличению доли автомобильных дорог регионального значения до 50%, что составит около 124 километров. Уменьшение аварийно-опасных участков на дорожной сети в два раза, а количество стационарных камер возрастет с 70 до 140 единиц. Установка двух автоматических пунктов весогабаритного контроля, транспортных средств на автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Следует признать, что реализации данного национального проекта на территории Республики с первых дней его утверждения правительство Республики уделяет самое серьезное внимание. Нельзя не отметить значительную работу Министерства строительства и ЖКХ по решению всех вопросов национального проекта. В результате такой слаженной работы все запланированные задания трех лет по национальному проекту в Республике успешно выполнены. Представители городов и районов Республики в своих докладах подробно говорили о том, какая работа проводится в муниципалитетах для реализации нацпроекта. Вопросы реализации, хода и реализации национальных проектов являются приоритетными для общественной палаты в первую очередь. Исходя даже из последних поручений президента страны, где он четко и ясно поставил задачу перед общественными палатами, субъектов Российской Федерации, так же, как и перед депутатским корпусом, усилить работу, активизировать, качественно улучшить работу за ходом и реализацией национальных проектов. Количество дорожно-транспортных происшествий у Республики уменьшилось на 10%. Погибших и пострадавших в авариях стало меньше на 20%, отмечали участники круглого стола. Проект «Качество и безопасность автомобильных дорог в Карачаево-Черкесии» будет действовать до 2030 года. По итогам мероприятия была принята резолюция, содержащая предложения органам власти Республики по эффективной реализации нацпроекта «Безопасность автомобильных дорог». Али Баташев, Ислам Урумов, Вести Карачаево-Черкесии.